Привет всем Звёздным Воинам Галактики, вы на канале Павла Ларина. Недавно я делал видео о Крилле, самом, на мой взгляд, крутом штурмовике Галактической Империи, когда-либо присутствовавшем в старом каноне, о штурмовике, который один на один мог сражаться даже с джедаями и которому не раз удалось унизить Люка Скайуокера. Хотя, конечно, как вы наверняка догадались, Люка Скайуокера унижать не стоит, ибо, если вы попытаетесь его унизить, то в конечном итоге он унизит вас и неважно будете ли вы обычным штурмовиком, офицером, малодружелюбным снаружи, но добрым в душе фанбоем Тёмного Лорда или даже самим Тёмным Лордом Ситов. Впрочем, что-то я отвлёкся. Итак, я думаю, сегодня почти не осталось таких фанатов вселенной Звёздных Войн, которые хотя бы раз не слышали о так называемых Республиканских Командах, об элитных клонах из Великой Армии Республики, которые порой были способны в одиночку либо вместе со своими товарищами уничтожать огромные полчища боевых дроидов и подрывать целые флагманские космические корабли. Как ни странно, само понятие Республиканского Команда является довольно широким и в него можно включить не только таких крутых воинов, как члены отряда Дельта или члены отряда Омега из Старого Канона, но также АРК пехотинцев, начиная Рексом и его великим наставником Альфа-17 и заканчивая Файвсом и даже оригинальных представителей так называемой бракованной партии, таких как Охотник, Прицельник, Тех, Крушила и, конечно же, пятого Великого Командоса из отряда 99 Омега, самую крутую Командос из всех, Омега. Ну ладно, ладно, шучу, вообще-то я имел в виду пехотинца по кличке Эхо, но ведь Омега тоже была членом бракованной партии, так что… Кстати, а как по-твоему, можно ли Омегу тоже считать одной из клонов Команда? Пиши свое мнение в комментариях. Как известно, после окончания Войн Клонов и выполнения Великой Армии Республики Приказа 66, сама эта Галактическая Республика превратилась в Галактическую Империю. Межзвездное государство, в котором военная мощь стала ставиться во главу угла в вопросах управления огромным космическим пространством, находящимся в прямом подчинении у ее императора – Шива Палпатина. Через некоторое время после провозглашения имперского правительства вооруженные силы Галактической Империи начали стремительно разрастаться в объемах после того, как была учреждена так называемая Имперская Армия, состоящая по информации Старого Канона из многих триллионов солдат. Куда более скромная по своим размерам Великая Армия Республики, впрочем, Палпатином расформирована не была, а была по большей части преобразована в так называемый Штурмовой Корпус, изначально практически полностью состоявший из клонов, но впоследствии также начавший принимать в свои ряды и обычных людей, причем как мужчин, так и женщин. Что интересно, в состав штурмового корпуса входили, помимо обычных штурмовиков, которые уже были элитными воинами по сравнению с обычными пехотинцами Имперской Армии, так же и штурмовики различных спецподразделений. К примеру, бойцы из подразделения Шторм, видео о которых я делал несколько лет назад и которые с тех пор были наконец-то тоже добавлены в канон. Кстати, клоны Команда, с которых собственно и началась речь в нашем сегодняшнем видео, тоже по всей видимости в новом каноне относятся к штурмовому корпусу, ну или как минимум тесно с ним связаны. И некоторые из них, как к примеру, член отряда Дельта по кличке Скорч и даже будущий герой Альянса Повстанцев по кличке Грего, занимались подготовкой и командованием обычных штурмовиков. Ну а, наверное, самыми элитными из всех клонов Команда, на мой взгляд, были так называемые Имперские Королевские Стражи, имеющие доступ к самым секретным территориям Галактической Империи и используемые Императором Палпатином в качестве охраны некоторых из важнейших для него объектов, как живых, так и неживых. Но время шло, клоны старели и со временем старых ветеранов-клонов становилось всё меньше и меньше, вплоть до тех пор, пока те и вовсе не превратились в стариков, которых всё реже можно было встретить в открытых сражениях. Некоторые из них, к слову, как тот же Грегор, например, дезертировали и даже присоединились к повстанцам, а некоторые, возможно, были использованы в некоторых аморальных, на наш взгляд, начинаниях, включая произведения экспериментов над этими самыми клонами и вполне может быть даже переработку их в пищевой гений, хотя это всё теориями. Кто знает, может быть клоны команды были отправлены на какой-нибудь далёкий тропический мир, где им платили достойную пенсию и давали вдоволь наслаждаться, ой, то есть прекрасных пейзажей, но судя по тому, что даже в Галактической Республике с клонами зачастую обращались хуже обычных рабов, вряд ли от Галактической Империи стоило бы ожидать для них более гуманного отношения, хотя кто знает, кто знает. Кстати, а что ты думаешь по этому поводу? Итак, время шло, клоны старели и поэтому нисколько не является удивителем тот факт, что на их место стали вставать люди. Несмотря на то, что по сравнению с Великой Армией Республики как поведение, так и обмундирование в штурмовом корпусе должно было быть куда более, так скажем, униформным, всё-таки и в этой имперской военной организации были отряды, которым была предоставлена какая-никакая свобода в вопросах выбора одежды и вооружения, так и даже в вопросах тактической подготовки и личной специализации каждого бойца. И ярким примером подобных подразделений был так называемый эскадрон Скар, который я поэтически называю эскадрон Шрам. К сожалению, у нас на данный момент наличествует очень маленькое количество информации об этом подразделении особых сил Галактической Империи и я даже сейчас не могу навскидку сказать, состоял ли эскадрон Шрам из большого количества самых разнообразных отрядов или же единственным, но оттого не менее важным отрядом в нём был отряд под названием Оперативная Группа 99, Task Force 99, своим названием явно отсылающая к бойцам из Клонической Группы 99, Бракованной Партии. Данный отряд был тесно приближен к Дарту Вейдеру и как я уже упоминал в моём видео о так скажем, самом крутом штурмовике за всю историю, Крилле, именно эскадрону Шрам довелось принять участие в некоторых из самых ключевых битв Нового Канона и им на некоторое время даже удалось взять в плен дроида Ситрипио, чего, как мы знаем, не удалось сделать даже целому знаменитому 501-ому Легиону во время действия четвёртого эпизода Звёздных Войн – новой надежды. Как я и указал выше, к сожалению, информации об этих ребятах пока что очень и очень мало, но судя по тому, что их членов мог простить за провал миссии даже сам Дарт Вейдер, было очевидно, что для руководства Галактической Империи бойцы из эскадрона Шрам были ценны и соответственно очевиден факт их большой эффективности в вопросах противодействия повстанческим угрозам. Ну, по крайней мере до тех пор, пока они не навлекли на себя праведную ярость, ну или лучше сказать боевое спокойствие Люка Скайуокера, которому, как мы знаем, не являются угрозой ни вампы Схота, ни гоморианские Стражи, ни даже столь устрашающие для всех остальных жителей Галактики того периода тёмные пехотинцы. Судя по тем источникам, которые у нас имеются, пехотинцы из эскадрона Шрам были как раз таки далеко не обычными пехотинцами, а умели в полной мере пользоваться самыми современными достижениями науки и техники, осуществляя не только полёты на летучих ранцах, подобно Бобе Фетту, но и даже стрельбу из спидеров прямо на лету. Какие конкретно образцы оружия были на вооружении этих, с позволения сказать, имперских Рэмбо, нам точно неизвестно. Но вполне очевидно, что обычными бластерными винтовками серии Е-11 их арсенал не ограничивался и некоторые из бойцов эскадрона Шрам умело пользовались штурмовыми винтовками, гранатомётами, а также могли подобно Врэкеру, ну то есть крушили из бракованной партии, потенциально отрывать врагам конечности в ближнем бою, представляя из себя эдакий человеческий аналог Вуки. Кстати, а что если под личиной этого штурмовика скрывается именно что Вуки? Хм, интересная теория. Кстати, как она вам? Обозревать её, конечно, я не буду, хотя… Впрочем, вот тут-то мы наконец и подходим к ответу на вопрос того, а почему же эти ребята смогли заменить собой клонов Команда? Я думаю, у каждого на сей счёт будут свои соображения, но всё-таки, на мой взгляд, после всего рассмотренного нами выше, ответ очевиден. Клоны Джанго Фетта на момент действия оригинальной трилогии просто-напросто постарели и их место было суждено занять другим элитным бойцам. И кто знает, кто знает, может быть в чём-то эскадрон Шрам был даже лучше его предшественников как из отряда Дельта, так и из бракованной партии. Всё-таки далеко не в каждом подразделении сержант мог владеть световым мечом на уровне чуть ли не матёрого рыцаря-джедая. Кстати, вот тебе ещё один вопрос для философских размышлений. Если бы, скажем, четверо лучших бойцов Командос Великой Армии Республики и четверо лучших бойцов эскадрона Шрам сошлись бы в битве не на жизнь, а на смерть, то кто бы из них вышел бы победителем? Лично у меня симпатия в данном вопросе лежит в сторону клонов, но, может быть, я просто переиграл в Репаблик Команда. Как бы то ни было, спасибо тебе огромное за просмотр видео до конца. Очень прошу тебя поставить лайк и подписаться на мой канал, если время от времени смотришь мои видео, но так и не стал подписчиком. И как говорили древние, позвольте Силе идти с вами ВСЕГДА! До свидания! Музыка Продолжение следует...